Хе-хе-хе, хе-хей. Всем добрый вечер, или доброго времени суток. Сегодня первая игра с подписчиком Anka, но он играет давно. Игрок приличного уровня. Но иногда в ВАД допускает критические ошибки. Так, так, так. Играть по стандарту. Но тут в любом случае придётся. Мутить через два медведя. Это самое профитное, наверное. Но уже хорошо. Есть аура. На мидгейм и лейт. И грифоны тоже неплохие. Но я думаю, много я их не успею построить. Что-то давно я не играл. Особенно на медведя. Но мой любимый стиль. Это, конечно же, джебошить магнадера и апнуть кингре к восьмой волне. До этого есть, там засылаю. Но если он прочитает, так. Опять же, похоже на какой-то сплэш. Но, не знаю. В принципе, на вторую волну я всё равно от-вот не смогу сделать. Поэтому, может быть, стоит кинуть орка на три. То есть, если я вторую пропускаю. Если он мне сейчас кидает, я вторую могу пропустить сурцой. Вполне. Без отвода. И, ну, если она неудачно ещё как-то зайдёт. Вот. За это время, за пропуск, я закажу там пару виспов. Ну, один висп у меня точно успеет изготовиться. И поможет капать на две сотки лет. Возможно, даже орк у меня не выйдет. Инкомный. То есть, я отправлю его, когда мне уже инком не засчитается. Но сейчас по второй волне глянем. Да, он кидает урсу. Это, пожалуй, хорошо. В свою очередь, Вова должен понять, что... Я тоже, походу, что-то там прочитал у него. И не зря не кинул, потому что обычно все кидают на второй. Всё-таки считаю, что там лютый сплэш какой-то. Но нет, тут у меня два медведя прямо... Ого. Урсу убил. Да ни хера себе. Пойду сделаю маленький отводик. Возможно, докинет, если там арчи какие-то. А хермит меня сломает, скорее всего. Так, забиндить. Опять забыл. Так, орк ушёл. Но не факт, что его хватит, чтобы... Думаю, подготовился. НК. Три минута. Три минута. Ага. Странно, короче, не знаю пока. Не очень понятен пик. Тихо, тихо, тихо. Быстрее, быстрее. Кружи. Кружи. Херовасто, я бы сказал. Ну да, у него сплэш. Раз он жалуется на то, что он стакнул орка. Типа, обычно со сплэшом не надо стакать орка. Чё там на 70, 80. Ну, похоже на арчей, чё. Так, я закажу сейчас 4.1. Но если чё, отменю. Если на медведя не хватит, то я думаю, мне не хватит. О, просто идеалити какое-то. Ну, висп мне подарен эту точку. Отлично. Можно сейчас намного раньше себе сделать М3. Я думаю, у него, ну, сплэш с пирс атакой. То есть, либо туретки, либо арчи. Больше склоняюсь, конечно, к арчам. По первой волне, правда, я бы не сказал, что это они. Вот, два у меня туретки. И он может с ними вполне кинуть на 5. Если он, например, догадывается, что медведи. Он знает, что я люблю агрессивно с ними играть. Так. Я, пожалуй, сделал сначала 4.2. Потом у виспов. Сейчас ещё усилёт он. На всякий случай. Ну, должен он догадываться, что у меня какой-то такой сильный ваншот на юнит. Потому что я убиваю по одному чётко. На кинге у нас горелка. Это значит, что на 5 и 8 нам борода. Ну, то есть, на 5 ещё так 2. А вот на 8 полная борода. То есть, нужно апаться по-любому. Я, наверное, здесь предпочту вариант с засылом на 6. С засылом на 6. Как там выйдет у меня. И дальше просто бомбочки нога. Сейчас всё в ломбер. Так, засылчик стандартный. Ну, неплохо, что мелочи мало. Наверное, зря стакнул. Не успеет убить. Ещё вышел. До хера пропуск. И скилл очень неудачный. Поэтому мне придётся аппить кинга. Да и то не факт, что я не слилю хил. Потому что много слишком птиц. Сначала убиваем Урсу. Потом Хермит. Всё равно всё полное. Пустом резко заказываем СИМ-3. Возможно, это я не буду слать. Посмотрим. Так. Реген. Он меня не встроен. Пасает. Или спасает. Не знаю. Вроде. Ну да, нормально. Спасает. Да. Так. Лупим СИМ-3. Ну, он сейчас будет мне слать на 8. Значит, седьмой я могу благополучно с двумя мишками дефать. Хотя он может придумать кинуть мне как 7, так и 8. В общем, то, что мало ХП у меня у кинга. Я вот думаю, какой тут вариант лучше. Чё я тут вот засылу, если Урсу кину, так она мало что там сделать, скорее всего. Поэтому. Я, наверное, просто буду апчить кинга с ранними СИМ-3. Побольше Регена, чтоб успел кинг восстановиться. И можно спокойно апнуть атаку. А можно было кинуть Урсу-то. Вижу, что он медленно дефает. Могла зайти, наверное. Ну, ладно. Так. Медведи. Упчик. На 7, тем более, нет смысла слать. Потому что, если он, ну, как бы, хорошо дефнет, более-менее. Кинг у него, ну, не апнутый. Этот пропуск убьет без хила. И он этим самым пропуском только больше засыл сделает мне. Поэтому. Я не буду ничего слать. Буду просто в кинга вкладывать. Ну, пока хил на месте. И это хорошо. Ну, да. Но 8 решает. Все правильно. Так, не факт, что я дефну. Медведь чё-то подтупливает. Да, я тут сам пропущу. Странный пропуск. Обычно мишки хорошо дефают. Очень. Седьмую волну. Ну, может быть, этот пропуск даже мне на руку. Успею. Сильно апнуть кинга. Можно сделать даже 9 атаки. И из двух ударов убивать околитов на восьмой волне. Так, грифон у меня не получается. Зато у меня может получиться некр. Я, пожалуй, его поставлю. Потому что он может мне неплохо там срезать по хпшечке. То есть, можно атаку кинга девятку не делать. Ставить 7. Он им подрежет хп. И буду с меньшей атакой типа добивать. Сейчас даже 7 пока оставлю. Ну, засыл большой. Так, эту виверну сразу стакнул. Тут пока мелочь убивается. Бла-бла-бла. Грубо говоря, у меня проходит весь засыл. Ну, то есть, вся волна. Но вливать будем в хп. И думаю, что, наверное, мне хп не хватит. Нет. Он ошибся. Нет. Он ошибся. Так, вроде, хил все равно уходит. Да. Сколько кинга не апа не равно хил залил. Ну, можно играть не так агрессивно, конечно. Можно спокойно там посидеть. Сим-2. Хорошо дефать там. Все. Ну, кроме восьмой, пожалуй. Вот. Так. Ну, блин. Сейчас все равно надо делать еще ламбер. Вопрос будет ли он слать 10. И что будем строить мы дальше? Я думаю, нам надо добавлять третьего медведя. Останемся 7-4. Чо у кинга у него какой скилл я не знаю. Так. У нас есть 4 риги на 8 атаки, 6 хп. Так-то прилично. Можно попробовать накопить куда-нибудь. Для меня это будет не опасно. Хотя, в моей ситуации, копить тут не лучший вариант. Буду надеясь, наверное, досылать, поднимать инком. Мне надо 385. Так, медведи. Вы не подводите меня. Дефайте. Да, мне хватит. Еще на мишку. А, еще ферму надо. Хе-хе. Ну, на ферму хватит и на антигулю хватит. Так что все ок. Ну, я думаю, услать он сейчас не должен. По стратегии более надежным для него вариантом будет. Сейчас по даптике нога. Чтобы не бояться засылов там на первые волны после 5. И потом спокойно копить на какую-нибудь волну и добивать меня. Думаю, он захочет кинуть 13. Много. В принципе, это будет правильно. Поскольку у меня тупо медведи. Точечные юниты с большим дамагом. Так, стак на этого баса. Только вот затрется он. Затерся. Так, тихо-тихо-тихо. Нормально. Нееет! Еды, б***ь. Твою мать. Сраные арчи. Переагривают мишек. Еще и не стакнуть тут было. Печально. Ну, один одного пропускаю. Покормлю. Он дефает. Ну, ладно. Думаю, я правду себе могу позволить здесь копить. С таким кингом. Да, я буду делать 7-6. А у него, скорее всего, выйдет 7-8, мне кажется. Что ж, арчи или турецки? Арчи. Верны. И грифон. Очень хороший пик. Ну-ка, медведи че еще по дереву несут? Могут. Вполне. Да. Аренку забираем. Хорошо. Че там у него? 7-8 не получается. Можно. Так. Че тут вообще какой план-то лучше сделать? Он захочет закончить на 13. Но у него всего-то прежде. Че-то кину я, наверно, щас. И подапаю кинга. Потому что на 13 мне будет бобо. Ну, естественно, я буду ламбер делать. Че у меня сидеть, что ли? 7-6 мало. Думаю, если он зашлет 12-ый, то это будет... Ну, он может, знаете, как мелочи подослать. Просто, чтобы был пропуск. И потом еще на 13 докинуть. Это хороший вариант, я думаю. На 12, типа, небольшую часть кидать так чисто, чтобы я пропустил. Просто мелочи. Так. Че мне делать? 8 сделаю, пока время есть. И буду кинга тапать немножко. И можно заслать, в принципе, на 14-ый. Так. Он вливает в кинга. Вливает в кинга. Ну, я думаю, это не по металлу заслать. Ух ты. Вивиарны даже не убили хермита. Интересно. Обычно они расплевывают там везде его всех. Так. Делаем пока атаку. Ставлю еще медведя. Наверное, вот так. Более тут будет у меня потом в пике какая-нибудь херня, которую надо будет пройти. Может он кинуть и 16-ую волну вполне. Много накопить. Много у него опций. Из-за отсутствия моего хила. Ну, вот что будет грамотным самым решением. Это надо подумать. Да. Подкидывает он мелочи. Ну, проб будет у меня большой. Но кинг уже достаточно сильно апнут. Так что, я думаю, я справлюсь здесь. Так. Наберется ли у меня на пломбирах? Хотя, наверное, тут не стоит даже ломбира апать. Ну, да. Многовато. Так. Еще разок хп и все. Должен кинг справляться. Регеша есть. Сейчас сделаю 5. Люблю опять делать. Ударит ли? Нет. Отлично. Можно было так много, конечно, не апать, но ладно. Думаю, ничего страшного. Ну, и по всей логике он должен сейчас реролить. Потому что он должен бояться 17 волны. Но он придумал слать на 16. Чтобы, типа, как раз таки избавиться от засыла на 17. Так. Ну, что-то у меня есть подозрение, что он сейчас хочет заслать. Поставлю я товарища еще сюда. Далее. С меня пара грифонов, я думаю, в принципе можно сделать и больше. Можно их сделать штук шесть, семь. Они хорошо себя показывают. Правда, ренж у них там три сотки вроде, что не очень хорошо. Лучше ренж 350, как у красных или костяных драконов. То есть они не танкуют собой, а стоят сзади. Да, он досылает. Половина хп есть. Не знаю, стоит ли апать еще. Тринадцать атаки. Чё-то, наверное, апню я. Двадцать семь. Чё-то мне кажется, многовато. Да. Чё-то. Чё-то. Ещё у нас стакл я. Много. Разморки придут. Ну, не знаю, пускай меня десять атаки спасают. Иначе пофиг. Да, нет, тут я выживу. Ну и всё. Теперь у него вариант только апатики нога получается. Или, если у него есть пик, то он должен... Ну, короче, даже с пиком опасно размениваться. Потому что у меня уже кинг прилично заточен. А у него он там... Ну, слава бы апнуть. Да, если он кинет в размен, то при малейшем пропуске есть вероятность ему, как бы, всрать прилично. Блин. Дефнули атаку четырнадцатую волну. Вот, чё мне интересно. Может, стоит сейчас закинуть? Ну, он тогда опять руки... Это ему руки развяжет сильно. А я не хочу много медведей делать. Вот в чём проблема. И ломбера мне уже, как бы, многовато. Тикс. Ой, да похер, короче. Кину ему на четырнадцать. Две сотки инкома. Кхм. 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 Куряку. уж думал, не скопится, а то я кодуэды бросил. Пока хорошо, дефут, ну засыл маленький, но всё равно. А, чё-то там же эти, у него грифоны, где там он, ну, ну да ладно, пускай. Да, хочет он аппочки нога, зато значит, что он будет слать. Может учиться даже. Но, скажу я вам, наверное, если он не будет слать ни 16, ни 17, то я кину ему 18 тоже в измену. А если он не будет слать, допустим, он ходит на 19, то я заставлю бабу кинга. А у меня кинг уже хорош, я бы сказал. Так, блин, как же с фермой-то всё не очень. Мне всё равно, наверное, не хватит. А нет, хватает. Паучок дорогой. Ну, думаю, эти два грифона подберяют на 16-й неплохо. Да и на 15-й мой засыл, можете его спроводить, заслать. Нет. Не хочет он. Так, я думаю, мне надо будет всё-таки ролить. Немножко тут опасно. На 18 мне не нравится. Постройка. В виде грифонов. То есть, маловато value для того, чтобы дефать. Может, он и 17-й хочет, я без понятия. В принципе, я даже и на 17-й могу закинуть при желании. Может, демона, может, и кряка выйдет, не знаю. А по херу, давайте. Чё нам терять-то? Блин. Не хватает чуть-чуть. Нерри Ролл-то. А, почему он же бесплатный? Ёпт. Я забыл. Хилка. Минус армор. Ну, я думаю... Так, наверное, оставлю. Потому что... Потому что... Потому что... Хилка тут, наверное, мало чё даст. Ну, чё там, выйдет у меня кряка-то нет. Тай докинул. Ну, он не шлёт. Сейчас уже поставим хилку. Сто пудово. О, ворча всё-таки агрит. Хорошо дыхает. Прям очень хорошо. Чё-то есть, видимо. Но ему пришлось всё равно Кинга немножко апать. Значит, что засыл немножко я её срезу. Чё у него? Так. А этот товарищ чё у нас? Надоели. Всё равно не хватает. Тогда так. Если выберёт девятнадцатую, то... Это бесполезно. Я дефну. Э-э-э-э. Он не шлёт. Значит, можно инкомить. У меня вэли уже приближается к нужному количеству. Плюс я все инком набил. Засылами. Можно себе позволить. Делать ламбер. Да и пик. Девятнадцатый. Хорошо дефает, если что. Короче говоря, на ранних левелах он меня вряд ли пробьёт. То есть девятнадцать, там двадцать три, двадцать два. Уже вряд ли. Двадцать четыре возможен вариант. А, он сам уже ничего не дефает, походу. Так, это значит, у него хэвики появились. Или он просто не строит. Чтоб кинуть два демона. Два демона, конечно, могут тут зарешать. Но, буду делать М13. Думаю, тут нужна Лина. И можно построить ещё вот этого чувака. Чувака. Пару лин, короче, надо тут. Потом изирирол. Если он выберет вариант слать не девятнадцатый, а какую-то другую, вот, это херово для него. Слишком долго копить. Это плохо. Я на инкоме просто вывезу тогда. Два демона, два крякина, дворлок, пудж. Ну так. Апнув лоу кинга. Чтоб не беспокоиться. Так, кого бы мне стакнуть. Так, вот этого демона стакнул. О, них хераси. Ну, это гига вроде. Тут даже со станом, по-моему, не выживается. Ну и двести голды, я не думаю, что ещё нить решили бы. Чё-то думал, грифоны получше тащат. Да, тут гэгэ. Я поиграл, как отморозок. Но ничего страшного. Так. Ща будем смотреть реплей. Да, блин. У меня ещё этот автофоллоу. Ну, кроме Некра, получается, такой хорошей ауры-то и не было. Ну, хилка, ну это так. Это на ДПС особо не влияет. Так. Ту-ду-ду-ду-ду. Так, делает рерол сразу. Правильно. Так, начинает сорчить. Нормально, 2-0. Так. Сразу виспы. Норм. Чё, прямо аж 5 виспов, что ли? А, нет. Сменил. Я не понял, новая астрата. В одну арчу дефать второй волну. Тут он чё-то понимает, что ему придёт. Так, я торчу. Сделал вот-вот. О, и миньор ещё. Охереть. А это он, кстати, не спалил. Молодец. Так. Это он стакнул орка. Ну, кстати, он мало пропустил. Со стакнутым орком. Так, дальше чё? Делает 6-1. Добавляет счёт вот зачем-то. Типа, если на 4 придёт, ну, страховка. Пофиг. Не лишнее. Так, сейчас, секундочку. Да. Привет. Так, не хэш. Ну, так. Запись. Так. Привет. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он хочет накопить на чё-то и в 3 арчи. Но вот это, короче, такой, ну, опасный момент. То есть он мог, в принципе, подумать, что я вот ему орка кидал на 3. То есть он понял, что я, как бы, его пик уже распознал примерно, да, что сплэш. Вот, а против сплэша можно и на 6 заслать. Ну, вот в 3 арчи он бы мог потечь, конечно, рисковый мув. Но, видите, то, что он заслал и совпало так, что горелка, надо всё в кинга вливать. Он видел, как япл кинга, и это, ну, фактор того, что можно так рисковать. То есть он знает, что засыла, скорее всего, не будет, там, максимум, урса какая-нибудь, то, хз, вряд ли. Так что тут, наверное, всё правильно он сделал. Грамотно заслал. Такой у него тонущий грифон получается. И по минимуму бесполезных арчей. Ну, которые уже, там, к 10 и после. На дальнейших волнах становятся бесполезными, по сути. Так, ставит он виверну. Виверну и делает 7-3. Да, и засыл он, ну, как бы, нормальный сделал. Тупо 2 ауры. Жирный юнит, рейнджовый в виде виверны. Ну, нормальный засыл, смел. Хорошо. Тут пока что без ошибок. Единственное, что он ошибся с чтением пика. Ну, там, вот, коня не надо путать. У него секунда скорость атаки. У Вандига, вот, больше. Вандига и медведь. Вот их можно спутать. Так, хилер, хилер. Зачем ему хилер? А, девятая волна уже, точка. Ну да, тут уже немножко опасненько. Хоть и есть грифон, но он танчит, его окружают и сразу же взбуревают. Да. Так, ну-ка. Мне тут даже интересно. Орчу я не кинул. Так. Оп. Хороший стак. Оп. А, у него один минер в отводе. Ну, нормально. Хороший стак на десятом. Чё, типа. Неплохо, неплохо. С Орчами всё убил. Ну, видите, как бы пик хороший. Под Орчей. Верный, там. Есть чем бить, короче. Так. Тут ладно. Тут ему хватает на семь. Все хорошо. Ой, фу, на семь шесть. Копит он куда-то. Может, двенадцать. Подаёт. А вот этого. Продал. А я не заметил этот момент. Ну, тут, короче. Как у него ошибка, так и у меня. Надо продавать, успевать до того, как откроются таблицы. Потому что, если люди продают, то, как бы, неспроста. Им либо на чё-то хватает, либо они не хотят палить, Т1. Ну, Т1. А обычно, чё там не хотят палить в Т1, это минёров. Как бы, все остальные юниты там так себе. А минёры универсальный юнит. Они много чё дефают. Да, им только мясо на танкование. Так что, вот этого минёра тоже, как бы, надо было как-то успевать. Не знаю, дабл-кликом двоих минёров уделять и удалять сразу же. У него семь семь. Получается. Да, да, да. Ну, чё-то я переоценил, короче, свои войска. Я считал, что на девятнадцатом юдэфну. Таким раскладом. Так, заставляем его... Кенга качать. Тем временем он сделал семь-восемь. Правильно. Пока время тянется, чё-то не сделать. Апнул виверну вроде. Тоже нормально. Не продавать же её потом, значит, надо апать. Так, опять он кормится, делает сейчас семь-девять. Может, он себе может, то есть я не знаю, семь-одиннадцать сделать. Сейчас на тринадцатую просто нихера не строить. Так, начал минёров делать. А, вот он почему-то так хорошо девкнул. Угу. Таки стоило на восемнадцатым не слать. Ого. Делать реролл находит... Полярника. Так, делать семь-десять. Нормально. Ну, я считаю, он мог... Также, короче, поставить... Вот, не апать там второму танцу. Просто поставить не аптых минёров. И сделать себе раньше вот эти семь-десять там или семь-одиннадцать даже. Что он делает. Вот на тринадцатой волне он легко там деф. Вот. Можно было так поступить. Поступить. Ну, и тут такой байт, короче, получается, что у него ничего нету против семнадцатого. Ну, в момент аренды я ничего не видел. Точнее, я еще проморгал продажу минёра. И он мог подумать, что, типа, буду слать все-таки на семнадцатый. Но это, так сказать... Не знаю. Ну, сдуру, короче, кинул. Более правильно было бы мне слать восемнадцать. Конечно же. И там бы он дефнул похуже. Но... Я думаю, он бы и сам слал. На восемнадцать. Если бы на семнадцатый ему ничего не пришло. А так у него хороший деф. Ну вот, он вынужден еще кинга. Немножко подкачать. Немножко подкачать. И... Чё, ломбер. Да-да-да. Конечно, ломбер. Заказывать, пока время тянется. У тебя вот сколько было, столько и будет. Только чуть-чуть больше. А если игра не закончится, то в лейте... Ну, как бы, у тебя уже больше ломбер. Выгодно. Ну, тут по контролю, в принципе, ничего такого. Все равно не критичны. То есть, кинг выживает. Хил есть. То есть, похер, как он там контролит. Но первостепенная цель, понятно, что демон. Так. Ну, тут уже, да. Ломбер не надо точить. Он просто не строится. Блядь, четыре косаря. Вэлью. Ааа, блядь, кинул семнадцатый. Ааа. Ну, ладно. Как распиздяй, сыграл. Бывает. Бывает. Так, что я на x1-ку смотрю. Так, сразу же делает засыл. Ну, видимо, ставка была... Он, видите, тоже как бы не видел у меня ни хера. Кроме некра и медведей. Вот. И ставка была на то, что я буду, может быть, штопать что-то против семнадцатой, там, или восемнадцатой. А с магической атакой у меня ничего нету. У меня было, но почему-то я херово все равно дефнул. Ну, и ставка на два демона сыграла. Я думаю, если бы он кидал, ну, без двух демонов, да, то деф, ну, вообще, в принципе, дефнуть можно было бы. Потому что... Сейчас. Все равно они быстрее, как бы, убивают то, ваше войска. На волне. Вот он вышел. Все, в грифонов сразу же фокус. Да. По ДПС-или два демона хорошо. Вот. Ну и... Собственно, хорошая игра. Скорее, здесь плохая игра от меня. Вначале я сыграл... Как уебан. Вот. Ну, а на девятнадцатой, опять же, я там делал ламбер, помню, семь тринадцать. И если бы я на две сотки больше построил, то тут бы ничего не решилось. То есть, здесь именно, получается, нужны ауры. Тут даже пик ничего не может сделать. Против двух демонов. Ну, вообще, в принципе, наверное, против большого количества инкома. Будь там дем... Ой, фу, демон, голем, там, тайды и всякие. Ну, получается, ламбер, тайтун. Плюс он мог кинуть вместо демона. То все равно, как бы, мне бы пришлось их опять убивать. Вот. Все равно лишние таргеты. Так что, скажем... Значит... Первый... Ну, такой косичок на этом перед ареной. То, что он поздно продал второго минера из отвода. Это может, ну, навести на некоторые сомнения опытного игрока. Но в данной игре я за этим моментом тупо не уследил. Я даже не смотрел на это. Вот. Затем... Ну, в принципе, дальше мне все нравится. Как бы, как он играл. Вот. Единственный непонятный момент с 17-й волной. То есть, скорее всего, как я понимаю, у него были минеры. Он их там, типа, удалил, там, спрятал. И если я слал, он дефал и кидал. Но вопрос... Куда кидал? То есть... Там можно было слать на 18-й. Вот. И... Что бы он делал, если бы я не слал 17-й? То есть, типа, слал бы на 18-й, потому что... На... Это самое... Он меня... Скалечил на 5-й. На 8-й. На 13-й. То есть, надо понять, что у меня уже большое количество... Большое количество... Вэлью... Уязвимо к маг-атаке. И... Там много фактов, короче, чтобы заслать на 18-ю волну. Вот. Ну, так как сейчас вот он играл, короче, меня устраивает вполне. Нормальная игра. Молодец, Вован. Ну и... Капику ебан. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.